Николай Ульев – это лично мой кирпичик. Николай Ульев отслужил в авиации почти три десятка лет. Теперь помогает строить храм. Уже освоил несколько специальностей. Говорит, что на работу ходит с удовольствием. Помимо его собственного, на храмовых кирпичах уже есть имена большинства родственников. Храм просто так не построится. Он строится на пожертвования прихожан и всех, кто хочет положить какую-то крупицу в строительство храма. И мы решили положить какую-то крупинку маленькую пожертвования. Это деньги положили и мне, и доченьке, и жене, и родителям усопшим уже тоже вложили, чтобы Господь Бог помнил о нас, помогал нам. Потому что без этого нельзя в жизни нашли. Такие кирпичи изготавливают на заводе в обмен на пожертвования. Оттиск делается в процессе обжига. Имена набираются шрифтом, похожим на типографский. По словам настоятеля, пока таких кирпичей несколько сотен. Интерес есть. Недавно жительница Москвы попросила сделать два. Один увезла с собой на память. Имена всех, без исключения жертвователей, заносятся в специальную книгу. Вот эти кирпичики, которые вложены, выдаются сертификаты. Притом создаются списки, которые у нас летопись идет. Когда-то кто-то откроет, увидит прадедушек своих или кого-то там, или прапраг может даже в жизни. И что-то, говорится, в сердце тоже проявится такая благосклонность или к вере. Радость, что есть молитва, неустанная молитва. И были жертвователями именно строительства храма. Я думаю, получится время прекрасным храмом, украшением нашего города, курорта. Церковь великого князя Владимира строится уже около года. Используется каркасно-монолитная технология. Такие строения устойчивы к землетрясениям. В новом храме одновременно смогут разместиться до полутора тысяч прихожан. Акустика невероятная, замечательная. Детки мечтают петь в этом храме. И каждый кирпичик в стенах храма приближает этот светлый радостный день. Точную дату окончания строительства в приходе назвать не берутся. Однако отмечают, что общий темп пока неплохой, но все зависит не только от них самих.